Мне действительно очень приятно, что была такая огромная честь исполнять одну из главных ролей. Роль богини Анаид. Это та история, наверное, которая мне близка, потому что, повторюсь, мой жизненный опыт, он действительно огромен, как в спорте, так и в жизни. Поэтому я думаю, что я очень четко прочувствую ту роль, которую буду катать на льду. Мне безумно приятно работать со столь талантливой командой, команда, которая действительно делает все очень профессионально. Работа началась уже давным-давно. Я в Ереван уже приезжала, и в рамках истории, которую будем исполнять, и так я была в Ереване. Мне действительно очень близка и культура, и вера. И эта легенда Ахтамара, которую я прочитала ни один, ни даже ни два, ни три раза, она действительно заставляет сердца людей биться. И я понимаю, что эта история, она касается каждого армянина. Каждый армянин знает, что это за история, насколько она глубока, что это и история страны, история любви, история определенных переживаний. Это те направления, которые не оставляют равнодушными никого. Роль будет очень сложная, она будет разносторонняя. Очень много героев, как положительных, так и, безусловно, отрицательных будут в нашем мюзикле. Для Армении это будет... Да, почему мы говорим про Армению? Это вообще мировой масштаб. У нас в планах объехать весь мир, чтобы каждый армянин на земном шаре смог увидеть эту историю. Может быть, в какой-то мере переложить ее на себя, насладиться. Насладиться не только мастерством фигурного катания, но и исполнением роли. Потому что мы понимаем, что каждый герой оставит на льду частичку себя. И это очень важно. Я сейчас во время своего визита тренируюсь на арене Ирины Родниной. Там сезон подошел к концу, и лед уже немножечко отпускают. По качеству он очень хороший. Мне очень приятно, что он теплый, что редко бывает, особенно в такое время, потому что всегда все работает по максимуму, и нужно лед морозить. Поэтому я очень благодарна всем сотрудникам катка, кто меня принял, кто остался в дополнительное еще время, так как уже пора лед размораживать. И по качеству он очень хороший. Главное, что там тепло, уютно, светло и гостеприимно. Мы перед собой ставим одну из задач. Это не только сделать шоу, которое будет интересно армянам в Ереване, или армянам, которые находятся в других городах по разным причинам. Мы хотим сделать шоу, которое будет интересно и понятно людям, в принципе, любых национальностей, интересов, направлений. Потому что это, в первую очередь, история о любви. И, во-вторых, это история, которая скрывается в Армении с армянским колоритом. И нам кажется, что из этого может получиться очень красивая, очень яркая, сказочная история, которая найдет отклик по всему миру. Вообще, эта идея, как бы, на самом деле, я там абсолютно искренне говорю, играть не буду. Я уже, наверное, порядка 7 лет посещаю Ереван. Ну, я поражен красотой, гостеприимством, ору вати, да, все красиво. Ну, армянский коньяк. Ну, суть заключается в том, что, я не знаю, по той или иной степени, общаясь с людьми, с кем я и подружился здесь, и женщины, и мужчины, и всегда как-то где-то в разговорах проскакиваю вот это слово, и даже трогали вот эту историю, что такая любовь там, так, ах, Тамара. Я даже не знал, что ах, Тамара, это когда он погибал, да, он там вот так вздохнул. Меня как бы это тронуло. После этого мы еще с кем-то, я не помню, мы говорили, я говорю, слушайте, ну, если такая история, я так хочу не придумать, это ее не в спектакле, а вообще как бы на льду. Сделать постановку нормального льдового мюзикла с нормальными, как бы, гуристами, вообще это все передай, потому что это не только ваша история, но, допустим, для меня сейчас, я человек Санкт-Петербурга, это мы тоже земля, и Алеша позвонил, как бы рассказал эту историю потом, я матери рассказывал, она говорит, слушай, ну, это все красиво, хотя, если честно, я не углублялся, но меня это трогает. Даже вот Ира, где проводила съемки позавчера вот на этом полуострове, да, я пока ждал, смотрел все, я внутренне представлял, как же вот он попыл вообще, вот так любил, я, подождусь, наверное, не знаю. И вот это, ну, какие-то вот моменты все цеплялись, цеплялись, в принципе, так она как бы и родилась. Вам ли не знать, что такое армянская вот эта страсть, вот эта красота, которую мне, я нахожусь здесь уже четвертый день, впитываю это все для того, чтобы 25-го числа вы услышали не просто армянский спектакль, а что-то такое более широкое, общее, обязательно с колоритом, обязательно с какими-то нужными, всем понятными вещами армянского народа, и что-то, что мы принесем туда свое, какие-то идеи, возможно, неожиданное решение. Эдгара Копян, мы с ним и сводим, и записываем материал, мы работаем в Москве с ним, много раз уже с ним работали в других шоу, мы все как бы уже давно знакомы, но с всех нас соединил этот проект, поэтому нам вдвойне приятно его делать, мы друг в друге уверены. Редактор субтитров А.Семкин